всем привет и сегодня я буду показывать товары которые приобрела на блице мне одновременно пришли сразу две посылки с этого сайта хотя заказ был с разницей в неделю одной со второй посылкой и давайте я вам покажу что же ко мне приехала в этот раз я делала первую заказ свой из-за скотчей на блице были скидки хорошие на них и я приобрела следующие позиции сейчас я покажу вам их поближе просто пока выложу все вот эти вот скотчи стоили по доллару 80 а вот такие вот шеврончики все кстати скотч от фирмы little be которые имеют вот такие зубцы чтобы удобно отрывать скотч с бобины взяла две упаковочки такого тонюсенького скотч как видите тут по две штучки его и вот тут написаны как раз все размеры также взяла вот эти красивые розочки конечно когда скотч намотан так он немножечко прозрачный не очень понятен рисунок но розы могу сказать тут просто классный и вот такие вот перышки и скотча немножечко пошире я взяла вот такие классные золотые ракушки это мне уже обошлось в 240 я как раз вот совсем недавно распробовала как же это прикольно пользоваться вот таким вот декоративным скотчем надеюсь он у меня через годик ним не отлетит будет более-менее еще где-то держаться но пока планируем декорировать travel book и кое-где использовать в проджекте ну и в альбомах можно тоже иногда выделить какую-то детальку и вот такой вот наборчик из тонюсеньких тонюсеньких скотчей от me and my big ideas тут их 10 штучек и шириной не всего 3 миллиметра и от этой же фирмы взяла вот таких вот два больших набора эти набора уже шли по 6 долларов и тут в наборе 7 различных скотчей они разные расцветки разной ширины давайте посмотрим их и кстати получается в наборе совсем недорого брать меньше доллара за бобинку выходит вот такие вот вот такой вот классный первый набор и второй наборчик уже преимущественно с цветочными принтами на этом со скотчем я закончила и прошлась немножечко по краскам на них были не такие большие скидки но чуть-чуть было скинуто и было более-менее выгодно их купить и так я взяла два набора архивных чернил вот таких вот классных цветов мне они очень приглянулись и да я знала что тут маленькие подушечки но в каждом наборе квите идет по четыре цвета и наборы стоили по 923 давайте откроем и уже попробуем их мне не терпится если честно так вот теперь думаю как и здесь все так вот так вот так вот как вот и честно а вот, и что вы всё может быть вот так вот так вот так вот так вот и вот так вот так вот очень хорошо да так вот итак вот цвета чернилок поближе давайте я вам покажу сначала вот эти вот может вам нужно будет как они называются вы захотите купить вот первый наборчик и второй наборчик я этим штамповала два раза потому что плохо вытерла и остались еще розовые капельки а мне хотелось видеть чистый цвет посмотреть поэтому вот от штампов несколько раз так как это архивные чернила то ими можно штамповать и на фотографии и и думаю что на пленке я черными штамповала вроде все отлично было ну буду экспериментировать теперь у меня есть целых восемь цветов и я могу разнообразить свой project life цветными штампами я уже говорила что у меня архивные чернила есть также от рейнджер эти же но вот такая большая подушечка кто смотрит мои видео знает кстати вот большая подушечка вот маленькая вот насколько разница вот такая вот но им уже где-то года четыре и я решила купить к ним заправку стоила на 2 90 также теперь эти чернила у меня будут уже почти вечная я думаю и мне нужно было добрать до 50 долларов так как бесплатная доставка в украину как раз именно эта сумма и я кинула в корзину вот эти вот милые наклеечки от дудлбак сейчас я вам их покажу поближе стоили они 350 и у меня как раз вышла сумма чуть чуть больше 50 долларов тут в наборе два листика написано на пачке что это мини наклеечки и мне как раз и нужны были такие маленькие чтобы использовать их в своем проекте давайте я приложу линейку и вы посмотрите их размер кому интересно лист 21 с половиной сантиметров даже 21 и вот такие вот наклеечки вот мне они понравились и поэтому я их взяла вот такой вот была моя первая посылка которая пришла с конечно не всегда удобно что есть вот такое вот ограничение в 50 долларов что нужно купить минимум на эту сумму ну что иначе конечно же сплатная доставка не выгодна что доставка там выходит в районе 20 долларов конечно уже лучше взять просто на 50 товара и тебе это все выйдет с бесплатной доставкой но я стараюсь покупать только то что мне действительно очень хочется просто я уже раз не купила эти скотчей когда была акция и я поняла что мне их хочется и взять и второй раз когда опять была на них скидка я все-таки набрала корзину ну и чернилки я думаю мне тоже понадобятся и не будут залеживаться следующий же раз когда я зашла на блитси там была тоже акция и было написано 30 товаров по 30 процентной скидки я не купила я посмотрела да там было кое-что интересное но я подумал это опять набирать на 50 долларов ну как бы мне не нужно столько товаров чтобы вышла сумма в 50 долларов на следующий день я зашла там была скидка в 40 товаров в 40 процентов на 40 товаров я тоже ничего не купил но когда я зашла на следующий день и уже была скидка 50 процентов на 50 товаров тут я не удержалась хорошо что у меня есть с кем оформить заказ я написала своей подруге спросила не хочет ли она ко мне присоединиться потому что я все равно не набирала на 50 долларов а покупать обо что мне не хотелось тратить на это деньги тем более вот я оформила неделю назад вот такую вот посылку и спасибо мои подруги что она согласилась и мой арсенал пополнился некоторыми интересными инструментами скажу сразу что эти инструменты я не купила бы без скидки а скидки были кстати на очень крутые штуки от верма и мари киперс не поверите там был установщик по моему за 15 что ли долларов скруглитель за 11 ну что то такое или наоборот я не помню что то из них было дороже что то дешевле и много много вот таких вот инструментов действительно актуальных от верма и мари киперс по таким ценам которые я у нас не встречала но так как у меня были установщик и скруглитель и кстати был дырокол который взяла моя подруга но у меня он уже был сейчас я вам его покажу вот такой вот дырокол был всего за 6 долларов представляете я его взяла значительно дороже ну а я себе купила вот такую вот платформу стоило на что-то чуть больше 10 долларов не помню уже сколько по моему 11 или около того и честно за эти деньги я еще готова ее было взять но за больше сколько она стоит на самом деле нет давайте откроем посмотрим вообще как она работает не сама интересно я так приблизительно знаю но сама еще не пробовала и так вот так вот выглядит этот прибор вот к нему все его запчасти и в наборе шли также цветные скобы я уже подсмотрела что вот тут вот есть такой ящичек для них красок можно туда загрузить интересно сколько поместится должны все вот эти поместиться мне кажется давайте попробуем все поместилось замечательно и теперь как же вообще с ним работать давайте возьмем наш черновичок и выберем место какое нам нужно поставить скобы мы ориентируемся на вот эту вот на вот эти вот разметочные линии ну тут конечно не сильно да можно ориентировать но если в бок можно приблизительно представить тут все на магнитах и панель и дыроколы вот тут есть магнит и вот тут они легко ставятся и легким движением должностной ческоба ну вот она у меня стало все красиво все отлично сзади есть вот такая вот пружинка ее придавливаем вверх выходит этот вот этот вот кружочек с разными размерами и мы выставляем туску мы выставляем тот размер скобы который нам нужен кстати у этого степлера тут есть магнит ну когда он хранится на этой панели а вот тут уже нет магнита и мы просто ориентируемся по самой панели но я думаю что это тоже не сложно и вся прелесть вот этого инструмента то как я уже сказала устанавливать скобы в любое место которое нужно вот так вот он выглядит таким вот образом хранится ну как я уже сказала за полную цену я бы его не взяла я не думаю что буду так часто устанавливать скобы хотя может быть раз у меня уже теперь есть такой инструмент а по скидке он мне приглянулся еще от этой же фирмы я взяла пинцет у меня есть пинцет но мне понравился этот сейчас давайте откроем я покажу вам его отличия он работает как бы в обратном порядке чем наш обычный то есть чтобы что-то взять нам нужно нажать тогда раздвигаются у него вот эти лапки берем и в неприжатом состоянии лапки сомкнуты у меня просто иногда очень болят руки как на обычный пинцет когда я беру то нужно нажать чтобы лапки сошлись как всегда у нас у меня вот постоянно я вот так вот держу и у меня начинают уже болеть пальцы иногда тут такого соответственно не будет потому что взяли и вот он держит я надеюсь что он крепко держит ну кстати достаточно крепко сейчас я попробую что-нибудь маленькое взять вот если вам видно там даже маленький маленький такой кружочек у него держится и не выпадает я вот не применяю никаких усилий просто держу мне кажется это очень удобно в крайней мере мне теперь не будут болеть руки ну и стоил он что-то где-то в районе трех долларов и еще я купила себе вот такую вот штуку что это такое это позиционирующая панель ну вот позиционер тут написано давайте я его так буду называть она предназначается для машинки для вырубки она кладется на пластину у меня я уже померила по ширине моя пластина точно такая же по длине она чуть меньше моя пластина но это ничего страшного подойдет и так и с одной стороны у нее этой панели липкий слой на этот липкий слой выкладываются ножи чтобы они никуда не смещались при резке сверху кладется бумага сверху еще одна панель я именно таким бутербродом пользуюсь потому что еще давным давно когда я покупала свою машинку она у меня розовая если знаете то розовые были в самом самом начале до всех вот этих мятных серых и всех остальных так вот там писалось что именно таким бутербродом нужно вырезать только таким и никаким другим знаю что сейчас уже пишут что можно и в обратную сторону переворачивать и ножи класть и вверх и вниз режущей поверхностью но я пока пользуюсь вот так как было написано изначально и у меня кстати она вот до сих пор служит отлично и меня нет к ней никаких претензий так вот мы кладем первую пластину кладем эту панель на нее выкладываем ножи на липкий слой кладем сверху бумагу и вырубается все так как вам нужно ничего никуда не смещается мне кажется что это очень удобно я вот попробую мне интересно насколько кстати этого липкого слоя хватит но на стола всего два доллара поэтому я решила попробовать и последнее что я себе купила это вот такой вот панель с дыроколами для планеров я думала взять на самом деле золотой от DCW ну вы знаете все но он делает только три и три то есть одной стороны три дырки с другой три дырки а у меня не все такие кольцевые механизмы и у меня есть мои travel book я оформляю сейчас можно ли их назвать travel book наверное да у которых совершенно другой механизм а вот этот вот вот эти вот дыроколы подойдут под почти любой механизм ну стандартный который есть то о чем я говорю у меня все такие таблошки с такими механизмами и вот их у меня две и в одной такой я уже начала travel book и вторая тоже пойдет под travel и мне уже честно говоря надоело дырочки размечать постоянно вырезать с помощью кроподайла хочется все таки чего то более автоматического но я уже была готова купить золотой чтоб хоть для каких то у меня кольцевых механизмов был дырокол и тут я увижу вот этот вот по цене столько же сколько золотой мне по-моему даже чуть дешевле ну что то он стоил 13 долларов не буду брать и где то вот мне кажется в тех пределах я была безумно счастлива я его сразу кинула в корзину и я надеюсь что я в нем не разочаруюсь я вам просто покажу что идет у него в комплекте сейчас я не буду разбираться как и что он делает если будет интересно я потом сниму отдельный о нем обзор я думаю что когда я им попользуюсь я смогу более внятно и нормально вообще рассказать как с ним работать итак я его открыла сразу вижу инструкцию но я прямо сейчас разбираться не буду вот так идут в наборе 5 таких вот дыроколов для обычных круглых отверстий также можно докупить различные дыроколы для квадратных отверстий тут вот показывается они разного цвета еще для каких то там эти делают просто обычный кружочек и вся фишка в том что есть вот такие вот пазы где мы вставляем свои дыроколы устанавливаем их можно смещать буквально по сколько тут разметка ну мне кажется по 2 миллиметра тут их очень удобно регулировать так что даже если в таблице нет вашего кольцевого механизма которая у вас есть думаю что можно подобрать и вот вы выставляете сколько вам надо сразу по 3 например на каком-то таком расстоянии я сейчас наобум ставлю потому что я не смотрю сейчас на таблицы не хочу долго разбираться кстати где то даже вот сзади она есть помню что она еще есть где то сзади и давайте возьмем бумажку тут есть ограничитель с этой стороны мы прям вот он как и по глубине так и по высоте идет вот мы выставили нажали и вот у нас пробилось 3 отверстия вообще шикарно потом по моему у нас все переворачивается и вот так вот тоже пробивается ну я выставила наобум их там все рассчитано тут вот написана инструкция там на обратной стороне у него есть таблица вот кстати кружочки которые ссыпаются кстати показан центр помимо этой графы и вот эти вот складываются складываются каким-то образом вот так по моему сюда керакульчики и все они не глазят и вот как-то так они хранятся а этот лишний так как-то можно его положить сюда вот это вот такая вот штука интересная а они подождите я тут увидела они еще и вот так вот делают вот это я не знала вот так они должны или не должны нет не должны они сюда поместиться не помещаются теперь теперь как их ага тут у меня их только в любом случае четыре влазит где помимо таблицы есть еще прорезиненные ножки такие с обратной стороны так что ваша платформа ездить по столу не будет хочу вам сказать что на блице бывают очень приятные скидки так что заходите периодически смотрите может что-то тоже вот на такое попадете так как если была вот такая вот скидка это не значит что скоро она не повторится например вот на скотче скидка повторилась где-то через пару месяцев ну плюс-минус конечно не прям через 2 месяца но вот где-то в течение пары месяцев повторилась эта скидка и конечно же там не всегда есть интересные предложения но иногда вот можно так удачно попасть что ж желаю всем вам вдохновения приятных покупок и пока-пока до скорых встреч